Да, даже в нашем городе многие, очень многие, из приблизительно даже не 10, а 15 человек, находится только один, который не боится сказать то, что он думает на камеру. Итак, общественное мнение по поводу самого важного, жизненно важного вопроса, по мнению нашей власти, для всех жителей вильной и незалежной, по поводу без виза. Я так подумал, где же найти такое место, чтобы не мотаться по всей стране, и даже в пределах одного города не мотаться по всему городу. И нашел его. Ну, конечно же, в Одессе. А где в Одессе можно встретить всех людей, которые в той или иной степени любят покушать, обменяться мнениями и новостями? Ну, естественно, на привозе. Вот он, красавец во всей красе, знаменитый на весь мир привоз. Итак, поехали. Это вы без визы? Да. Ага. А о бедном без визе замолвите слово? Да, да, да. Вот, пришел, потратил деньги, и весь без виз. Ага. У меня без виз на привоз и на унитаз, остальное. Спасибо. Ну, здоровья вам, успехов, и чтобы хватало денежек еще на что-то. Я проплатила и ехала, жила в 5-звездочном отеле. А сейчас я 35 евро, допустим, у меня есть на визу, но на отеле уже 5-звездочный у меня нету и на дорогу нету. Так что я сижу дома. Понятно. Вы можете что-то добавить? Хорошо. Спасибо за ответ. Добрый день. Без визы, я думаю, то, что в какой-то степени это упрощает, но и раньше можно было уехать спокойно за границу. Главное, чтобы у людей деньги были, нужно поднимать экономику. В первую очередь. Ну, все-таки это плюс, да? Это как плюс. Ну, это для тех. Я, в принципе, за любое объединение, но главное, чтобы это объединение было только в лучшую сторону. А как вы думаете, Европа перевоспитает нас или мы научим Европу не только банкотуватым, но и бэковатым? Не думаю, что она воспитает. У нас разный менталитет людей. Мы, как-никак, славяне, а они чуть-чуть другое. Значит, с нами все ясно, да? Здесь все-таки останется. И без виз нам не поможет. И Запад не поможет, и Европа не поможет. Мы сами должны рассчитать на свои силы, я так считаю. Спасибо. Удачи вам. Хорошего дня. И в мире город Одесса. Пускай они едут к нам по визам, а не мы к ним без визы. Так они к нам без визы уже давно ездят. Так надо им запретить, чтобы они меньше сюда мусора и болезней возят. Ясно, спасибо. Ничего не думаю. Мне как-то это... По барабану? По барабану. Хорошо. Я никуда не езжу. Я никуда не езжу. Нас идут, нас идут немного кормят. Хорошо, спасибо. Извините, а вы не скажете? Ой, извините. Нет, не скажет. Скажите пару слов, что вы думаете о без визе, молодое поколение. Это хорошо, будем ездить в Европу, будем работать. Будем продавать там техникум, все. Так без виз же не дает право работать. Как? Как это не дает? Не дает право работать Европу? Нет. Это плохо. Нам бы, вот если бы еще разрешили бы вот это вот, мы вообще были бы классные. Да, такой без виз нам не нужен, что ли? Ну, как сказать, отдыхать для отдыха, может, можно. А так? Ну, короче, это плюс. Круто, наверное. Наверное? Наверное, я не знаю. Но сами еще вы никаким образом еще не воспользовались, но планируете? Планирую. А что вас останавливало до этого, вот эти 35 евро стоимость визы поездка в Киев или в ближайший город? Все равно, даже с без визом дорого, как бы, достаточно. Поэтому даже с без визом немногие смогут выехать. Виза? Не знаю, я ничего не думаю, мы никуда не планируем ехать, поэтому ничего не думаю. А почему в молодые годы не собираетесь никуда посмотреть? Потому что денег нужно много, у нас только нет. Поэтому... Вы учитесь? Нет, мы работаем. Ага. И все равно денег нет? И все равно денег нет. Ясно. Удачи вам, хорошего дня и заработать побольше денег. Итак, дорогие друзья, мы в Одессе, в Вильной Незалежной, в том самом огромном зале всемирно известного рынка проивоз, где впервые в истории Вильной Незалежной был исполнен гимн Евросоюза в исполнении Одесского симфонического оркестра. Ходок радости, который является официальным гимном Евросоюза. Впервые был исполнен здесь где-то два-два с половиной года назад. С тех пор безвиз уже стал реальностью и можно узнать и одесситов, что они думают по этому поводу. Скажите пару слов? Что вы думаете о безвизе? Ну, что мне думать? Я все равно никуда не собираюсь ехать. Ну, как же? Почти даром. Или даром за оборудованием. Дар мужчина не всегда в пользу. В этом случае, вы думаете, точно не прокатает? Вне она как бы... Мне от этого ни поводу не жарко, честно говоря. Так. Ну, а как вы думаете, для молодежи, более... Для молодежи может быть. Для молодых, продвинутых людей. Для молодых, да. Для молодых это... Есть перспектива какая-то. А какая перспектива, если работать нельзя, учиться по этой жизни нельзя? Обязательно. Главное, видеть мир и что-то хорошее принимать в себя здесь. Ну, мы же знаем, как должно быть. Ну, мы знаем, но мы не делаем этого. А если мы увидим, мы начнем делать? Я думаю, что да. Может быть. Это нас более убедит, да? Может быть. Вы думаете, что мы научим Европу не только банкетовать, а и быковать? Или они нас перевоспитают? Нет, они не перевоспитают нас, но...